Так, товарищи, ну что ж, сегодня у нас третье уже занятие по капиталу Маркса. Но и тем не менее у нас, так как материал, изложенный в первой граве, это по жару самый сложный материал во всем капитале, и не порно его понимание не даст, порного понимания того, что изложено Марксом в дальнейшем. Поэтому мы, наверное, начнем его с самого начала, постепенно, пронамерно, товар, его свойства и стоимость, вот это то, что мы сегодня попытаемся разобрать. Значит, ну и вот тогда тема первая – товар, и, как пишет Маркс, два фактора товара. Кто начнет у нас? Давайте, я начну. Давайте, товарищ Бегетов. Ну, товарищи, как мы уже на прошлом занятии говорили, что богатство, общество, которое господствует капиталистический способ производства, выступает как огромное скопление товаров. Отдельный товар – это элементарная форма этого богатства. Ну и, как мы уже в прошлый раз говорили, что товар – это внешний предмет, вещь, которая благодаря своим свойствам удовлетворяет какие-либо человеческие потребности. И чем порождаются эти потребности, желудком ли, потребностью в одежде, это на самом деле не суть важно. Также не суть важно, как удовлетворяются эти потребности. Непосредственно, то есть путем потребления этих товаров, путем еды, ношения сапог и так далее, или путем, а посредственно средствами производства. То есть, станок, молоток, лук тоже могут выступать в качестве товара и удовлетворять, соответственно, потребности человека. И Маркс начинает свое рассмотрение товара как материального объекта, то есть, как полезные вещи, как вещи какой-то определенные. И рассматривает его в двух сторон. Стороны с качественной, со стороны, и с количественной. Качественная – это что такое? Это у нас потребительная стоимость. А потребительная стоимость, она в воздухе не висит, она зависит от физических свойств предмета. Одна потребительная стоимость удовлетворяет одну потребность, другая – другую, комплекс каких-то стоимостей, там, винегрет, салат и так далее. Вот. Таким образом, потребительная стоимость не зависит, точнее, не существует вне материального тела товара, продукта труда, так сказать. Этот его характер, то есть, потребительная стоимость, не зависит от того, какой труд был затрачен на его производство. Сколько труда, какой именно труд – это не суть важна. Для потребителя важно, чтобы он, эта потребительная стоимость удовлетворяла его потребности. И только с этой стороны она и рассматривается. И осуществляется она, как я говорил, только в потреблении. Никаким другим способом потребительную стоимость невозможно осуществить. Вот. Потребительные стоимости в комплексе существуют как богатство общества. И существуют независимо от того. Это богатство существует независимо от того, в какой форме у нас производство происходит. То есть, в товарной ли форме или в форме натурального хозяйства. Это неважно. Значит, потребительная стоимость – это стоимость, которая удовлетворяет… То есть, это качественное свойство продукта. Вот это мы в прошлый раз разбирали. А вот со стороны количественного тут у нас несколько сложнее. Во-первых, в той форме, в которой существует у нас товарное производство, то существует товар обмениваются друг на друга. Вот эта пропорция, в которой они обмениваются, это у нас стоимость какая? Меновая. Меновая. То есть, это количественное соотношение между одной потребительной стоимостью и другой потребительной стоимостью. То есть, там, X шелка обменивается на Y сапогов, Z с картошки и так далее. То есть, это пропорция. Она зависит от постоянно изменяющихся времени, места. Поэтому кажется случайной. Меновая стоимость. Но из этого возникает, что когда мы берем одну потребительную стоимость и другую потребительную стоимость, ну, допустим, одну тонну картошки, 10 грамм золота, 20 килограмм металла, что мы можем сказать о них? Только то, что все они имеют нечто одинаковое в процессе обмена. Что-то такое, что у них одинаковое. Как мы понимаем, потребительные стоимости у них разные. То есть, это одинаковым быть не может. А чем заключено вот это одинаковое? В чем проявляется эта минная стоимость? Почему они обмениваются именно так? Значит, они что-то содержат в себе, такое, что на основании чего их можно приравнять. И, как я в прошлый раз говорил, Маркс приводит такой пример с треугольниками, с треугольниками, которые, суть разная совершенно, фигуры геометрические, но их можно привести к чему-то общему, в данном случае к площади. У всех у них можно измерить площадь, то есть посчитать, сколько там квадратных сантиметров находится в ней, и отсюда привести их к чему-то единому, к чему-то такому, что у них будет общим. Но это как пример, чтобы вы не путали, стоимость не в квадратных сантиметрах измеряется, но как пример для понимания Маркса это приводит. Так вот, что же может быть общего у различных предметов труда? Кто-нибудь хочет сказать? Я один вот и говорю. Что общего? Это затраченный труд человеческий. Какой? Что затраченный труд? Что общего у трех предметов различных, у трех различных продуктов труда? Предметов, да, продуктов труда. Ну вы правильно сказали, что все они суть продукты, продукты человеческого труда. Не абстрактного, а у каждого конкретного труда. То есть, картошка это продукт труда. Ну, земледельца, металл это продукт труда. Металлурга, золото там, кладоискателя, скажем так. То есть, труд разный, да? Затраченный на них. Да, конечно. А что тогда общее? Время. Стоимость времени тоже разного. Время пока нету. Ни стоимости, ни времени нету. Труд разный, но это, правильно сказать, человеческий труд. Он развлекачественный. Качественный, но он разный. Но если абстрагироваться от качества, от этого, все брать его, то это затрата чего? Рабочей силы. Пока без силы. Ну, каких-то, ну, можно так сказать, что и рабочей силы. Что это затрата каких-то нервов, да, физических сил. А чем измеряешь затраты рабочей силы? Подождите, Иван Михайлович. А вот это к вашему вопросу, почему? Нет, такого не любили мучения ниоткуда, рабочую силу, ее затраты. Как Марк спишет, и затраты труда в физиологическом смысле? Физические, умственные, физическую, умственную деятельность. Деятельность, да. То есть, это какая-то средняя, средний человеческий труд. Это какая-то общее для всех человеческое деятельность. А что такое труд-то? Ну, что значит что такое труд? Это изменение, так сказать, вещества природы человеком в своих, так скажем, интересах, чтобы удовлетворить свои потребности, да? То есть, целенаправленная деятельность по изменению вещества… Целесообразная деятельность. Естественно, целесообразная. Мы сейчас до этого. Производительная. Производительная, да. Деятельность по приспособлению предметов природы. Вещества природы к потребностям человека. Да, ну приспособление вещества природы к потребностям человека не может быть непроизводительной деятельностью. Ну, ладно, это мы немножко в сторону уходим. Здесь упор делается на то, что в данном примере затраты труда в общей форме, безотносительно целесообразной деятельности, как созидающей потребительной стоимости, а затраты в общефизиологическом смысле, затраты мускулов, нервов, мозга и так далее. А вот о чем их измерить-то? Погодите, мы еще вывод не сделали. Если это затраты в общефизиологическом смысле, затраты труда, столевара, металлурга, шахтера в общефизиологическом смысле, то что это, как сгустки этого труда, а не суть стоимости. Вывод она сделает. А уже дальше пойти-то. То есть, продукты труда, если отличаться от производительной стоимости, то это результаты, все продукты труда, все товары – это продукты труда. То есть, результаты, а если отличиться еще от того конкретного труда, то это результаты абстрактного человеческого труда. Какого труда? Ведь тут что еще важно? Отметить, что это средний какой-то общечеловеческий труд на данном уровне развития общественных отношений, производственных отношений. Мы еще не дошли до средней. Мы сделали вывод, что это затраты труда, в общем физиологическом смысле, затраты абстрактного труда. И как сгустки этого труда, они суть стоимости. Вот вывод первый. Правильно. А дальше вопрос. А чем можно измерить? Какое количество этой стоимости? Значит, видимо, количеством этого труда. Временем. Временем, количеством этого труда. А следующий вопрос направлен. С какого труда? Есть совсем очень просто утрированно. Есть ленивые работники, есть неленивые работники. То есть, может показаться, чем, если измерять стоимость количеством труда, то чем ленивее работник, чем больше он труда вложит в производство того или иного продукта. Ленивые, я здесь, правильно сказать, не расторопнели. Не расторопнели. Ленивые они, как правило, самые не расторопнели. Тем больше будет стоимость. Но это же не так? Нет. И вот тогда Марс приводит к тому, о чем вы говорите. Очевидно, нужно брать какие-то... Средние. Средние величины. Средние, он приводит эти факторы, перечисляет это. Средний уровень умелости работника, средний уровень производительности труда в данном конкретном, скажем так, стране, в обществе. Средняя интенсивность труда, еще какие-то. И вот такие виды труда он называет, такое состояние, как общественно необходимые затраты труда. И надо сделать вывод. Таким образом, количество стоимости определяется количеством общественно необходимого рабочего времени или общественно необходимых затрат труда на производство продукта, товара. И вот дальше уже то, что мы рассматривали и производительность труда, как она влияет на величину стоимости. Ну и теперь, соответственно, мы можем взять любой, так сказать, предмет природы и рассмотреть, является он товаром или не является. Для этого мы... Предмет природы? Ну, да, предмет природы. И предмет человеческого труда. Подождите. Сначала просто возьмем предмет и рассмотрим его. Предмет, которому не приложен человеческий труд, не может быть товаром. Совершенно верно. Вот вы правильно сказали. Это одно из его свойств. Но он может быть и предмет, которому приложен человеческий труд, не быть товаром. Правильно? Может. Поэтому тут проще всего на примерах. Вот если кто-то готов на примере что-то рассмотреть. Как в прошлый раз, да? Пример чего нужен? Ну вот берем, не знаю, вы на огороде вырастили мешок картошки и сами его съедите. Это что такое? Результат труда? Потребительная стоимость намер произведена. Произведена, да. Съедена. И съедена. И съедена. Потребление есть? Потребительная стоимость есть, а товара нет. Почему? И стоимости получается нет. А почему нет нет? Потому что товаром является тот продукт, который произведен для продажи. Для обмен. То есть нет у него сменовой стоимости, стоимости нету, собственно. Не возникает. Да. Меновой стоимости и вообще стоимости нет. Правильно? Ну, если нет меновой, значит, нету... Меновой может возник только тогда, когда есть стоимость. Правильно? А если мы, так сказать, произвели какой-то товар... И понесли на рынок. Который понесли на рынок, а никто его не покупает, потому что не товар, извините, у меня ерунда какая-то, которая не нужна никому. Ну, значит, это не товар, потому что он становится товаром только тогда, когда он переходит к... Ну, воздух понес продавать в ведре. Ну, почему тут воздух? Ну, нет, воздух там... Нет, вы здесь делали пример, что вы чего-то сделали, принесли на рынок, а его вот никто не купил, и пришлось все выбросить. Вот это да, это не товар, то есть потребительной стоимости нет. А вот, а как же так, а вот труд-то вы на него затратили, или это не труд? Получается, что это какой-то труд. Ну, вот вы... Нет, труд-то вы затратили. Конкретный труд затратили. Как это? Так это не труд. Конкретный. А труд, может быть, только при создании потребительной стоимости. Нет, вы ее не создали. Нет, труд-то носит двойственный характер. Вот если мы вот от этого вывода, к которому пришли, идти обратно, то есть мы с чего начинали? Что товар имеет два свойства. С одной стороны, это потребительная стоимость. Свойства товара удовлетворяют те или иные человеческие потребности. И вторую сторону вы видели в товаре, то это стоимость. Как воплощение труда. Товарищ Макс писал так. Если вещь бесполезна, то есть затраченный на нее труд бесполезен. Не считается за труд, и потому не образует никакой стоимости. Значит, у этой вещи, у нее стоимости нет. Да, вторая сторона. У нее нет стоимости, получается, у этих вещей. Так об стоимости идет речь? То ее нет. Да, то есть нет не только потребительной стоимости, но если вот она и не пошла, то получается нет стоимости. Так изначально у неё нет потребительной стоимости. Нет, изначально нет потребительной, а потом... А потом уже можно и дальше не идти, раз не идти. И то, и то, что вы не делали, это, так сказать, уже и не труд. То, что вы на него затратили, это вообще не труд в политэкономическом смысле этого слова. Ну и третий вариант какой может быть? Нет, а если это была полезная картошка, но её сгноили, то это был труд, но труд... Это уже вредительство, это ваш труд уничтожили. Подождите, не вредительство. Я тебе сейчас молоток возьму и по этой камере ударю, и это тоже будет не труд. Колорадский жук съел, пожевал. Ну, какая разница? Вы не уберегли от колорадского жука. У вас всё только вредители где-то найти. Ну, не вредители. Мы сейчас не про вредители, говорю. Что у вас там за... Я молотком разбил камеру, вы её вронили и разбили нечаянно. Всё равно, так сказать, это уже другое. Ну, естественно, другое. Мы сейчас не про это говорим. Да. А про образование потребительной стоимости, то есть полезности. И стоимость. Стоимость. Товар как такового. Мы же берём товар. А стоимость, потребительная стоимость – это его свойства. А предмет у нас товар, да? Книга вот. Она имеет потребительную стоимость, да? Мы её читаем. Ну, это понятно. Так вот третье-то что? А третье, это когда вы пытаетесь, так сказать... Нет, подождите. Вот мы сейчас рассматриваем товар или, так сказать, какой ещё может быть случай, что потрачен труд, а предмет не товар? Нет, мы не так говорили. В каком случае ещё предмет природы не становится товаром, да? Подмет природы, которым не положен труд, он вообще не становится товаром. Вот, вы правильно сказали. Это вы это сказали. То есть мы взяли какое-то вещество природы, на которое... Которое всем... Да, воздух взяли и пытаемся его продать. А и всем мы так пользуются, да? Никому он не нужен за деньги. Если делать противогаз с промбированным замком... Ну, мы продаём ещё чётчик расхода воздуха. Не про противогаз, это вы продаёте противогаз, а не воздух. Нет, это я устанавливаю чётчик воздуха внутри и буду, так сказать, по расходу воздуха. Вы можете хоть чётчик гель, а потом... Если вы поработаете и воздух закатаете в баночки, будете продавать... Да, танцеров. Замечательный воздух. Это уже будет товар. Петельский воздух. Так что и мыль будет, он не воздух, а баночки. Воздух после молебнов уже продают. И этот... Ну, про то есть в природе существуют такие вещи, вот животное пришло и ест траву, да? Обычное. Не человек, а вот там другое животное. Неразумное имеется в виду. О никаких товарах, о труде там речь не идёт, да? То есть, надо понять, что когда мы рассматриваем товар, мы прежде всего рассматриваем какой-то материальный объект, да? Материальный. Вещь. Вещь. А потребительное – это его свойство. Потребительная стоимость. И стоимость – это его свойство. Его. Её. Вот, мне кажется, не рассмотри, я один такой существенный. Давайте. Что вот может быть такая ситуация, что ты потратил труд, произвёл тот же мешок картошки, и съел его не ты, а кто-то другой. И это всё равно не товар. А если бы в процессе вы его отдали, подарили… Такие случаи, что если подарили? Брат съём. Брат съём. Во-первых, ну, во-первых, в семье, там не товарные отношения, да, у нас? Ну, мало ли, как алистические отношения. Да не бывает практически в товарах. Там могут до сих пор дальние быть. Потом, на фабрике, скажем, в рамках одной фабрики, там разделение труда, рабочие производят. Труд вкладывают в детали, и эта деталь, она ходит по фабрике от рабочего к рабочему, там дорабатывают, но это тоже не товар. Потом, то, что вы барщину там отработали, для помещика там сделали что-то и отдали помещику, скажем, грибов в лесу насобирали и отнесли помещику, и там пшеницу, там скосили на земле помещика и отдали помещику. Это что же не товар? Тоже. Вот, это я почему тут мягко храню, что вот при коммунизме, даже в первой фазе, товаров-то не будет. Вот, так напомнить, мы, так сказать, нырнули, и вот эту вещь надо, так сказать, четко провести, что не всякая произведенная полезная вещь, даже не в рамках замкнутого хозяйства, а в рамках достаточно широких, она не обязана быть товаром. Хорошо, я с вами согласен, единственное, что, поскольку мы сейчас идем по параграфам, так сказать, мы сейчас первые два раз смотрим. Нет, ну это Маркс Начальник сам говорит, что. Ну это вот в четвертой, в этой самой, мы, я думаю, когда товарным фетишизмом поговорим об этом. Это то товарный фетишизм. Нет, это понятно, что это вытекает из товарного фетишизма. Нет, он упоминяет. Необходимый капитал, собственно говоря, изучить. Ну вот, мы пока только встали. На основании того, что мы на сей раз, на сей момент изучили, вот уже этот вывод вполне можно сделать. Пока рановато, я считаю, что выводы делать. Ну, не нормально, а что такое? Ну, потому что вы можете сказать, ну, давайте я прочитал первую главу. Нет, не в этом дело, не в этом дело. Нет, я с вами не спорю, что вывод можно сделать. Это не значит, что подождем, пока мы изучим все, после этого будем делать выводы. Выводы можно с самого начала, на основании того, что мы знаем, уже делать и что-то знать. И это вполне нормально, потому что, может быть, завтра там война начнется, и, наверное, этот кружок не соберется. А что-то мы уже знаем и можем применять. Это принцип ЗМИ. Принято, давайте дальше. Давайте дальше. Дальше у нас идет третий параграф. Кто хочет третий? Что там в вашем третьем параграфе-то? Третий параграф называется форма стоимости или миновой стоимости. Так, ну, а что здесь-то? Вот основные все-таки узры, давайте завяжем вот то, что у нас было. Ну, во-первых, значит, товар – это полезная вещь. Товар – это продукт, произведенный для обмена. Товар характеризуется двумя сторонами. Это стоимость. Это, как говорит Маркс, естественная или потребительная стоимость. Которая первая, что приходит на ум при обмене, когда люди, так сказать, незнакомые встречаются и что-то обменивают, то первое – они обменивают исходя из целесообразности вроде как той или иной вещи. И поэтому Маркс использует даже слово «естественная стоимость» потребительной стоимости. Потребительная стоимость, она характеризует качество товаров, она неотделима от него. И поэтому, когда можно говорить, что потребительная стоимость – это сам товар и есть. И она неотделима от его количественных характеристик. 5 аршин харста имеют иную потребительную стоимость, нежели 1 аршин, иную потребительную стоимость, нежели 20 аршин. Это вот тут качественная характеристика товара, но она неотделима от его количества. Вот это вот тут тоже такая вот вещь. Ну и по именовой стоимости. Именовая стоимость, она может носить случайный характер, и по стоимости они не обмениваются. Но если мы возьмем много-много случаев обмена, то мы увидим, что действительно есть некие закономерности. И 20 аршин харста, грубо говоря, всегда приравнивают с одному сюртуку. И мы видим, что что-то лежит такое в глубине, что позволяет приравнивать совершенно разные по потребительным стоимостям, по потребительным свойствам товары друг к другу. И вот мы выяснили, что это абстрактный труд. То есть, это не труд конкретного человека, который у всех разный. Разная производительность труда имеют разные работники. А это некая средняя величина труда, которая характеризует вот эту, которой стягивается вот эта миновая стоимость в каждом конкретном случае обмена. И это вот затраты труда, производимые, измеряемые в затратах времени. В принципе, затраты труда здесь это... Труд – это деятельность, процесс. И в процессе его расходуется рабочая сила, то есть способность человека к труду. Вот это то, что человек отдает в процессе труда. И это то, по большому счету, что он и вкрадывает в вещь. То есть, вы в нее вкрадываете свои нервные клетки, затраты мускульных усилий и так далее. И поэтому вещь, она приобретает, и предмет природы приобретает вот эти полезные свойства. Вот. И это расходование рабочей силы происходит через деятельность, через труд. И труд измеряется продолжительностью. Вот это своей продолжительностью. И это вот очень существенно. В дальнейшем вот Марк скажет, что самое наибольшее эквивалент... Да, это даже не скажет. Это вот вытекает из того, что мы прошли, что есть эквивалент стоимости более общей, чем и деньги, которые мы еще не изучили. Это вот время свободное. И, соответственно, это время затрачено на изготовление вещей. И, соответственно, здесь можно сделать такой вывод, что самая ценная вещь, самый общий эквивалент ценности – это наше свободное время. И он более существенный, чем накопленные там богатства и так далее. Какие-то сокровища, как Маркс называется, ну как золото лежит. Это вот тоже этот вывод можно сделать. Ну а теперь, так сказать, ну поехали дальше. Да, давайте поим, да. Форма стоимости или именовая стоимость. Кто? Освоит данное. Кто у нас был записан? Их нет с нами. Был записан у нас Ларри. Ну, то еще. Давайте методом мозгового штурма, раз нету. Ну давайте вы попробуйте, раз вы так сказать, это самое. Тут наиболее у нас… Нет, ну я не могу все время один вещать. Ну а почему один? Мы поможем. Ну хорошо, давайте поможем. Давайте исходить из того. Значит, сначала у нас… Тут Иван Михайлович правильно, конечно, сказал, что это все свободное время, но не совсем все так просто. На поверхности явления у нас что? Меновая стоимость, да? Да. То есть берем два товара и как-то их обменим. Как это вообще происходит? Точнее, как это может происходить? Как это происходило? Значит, может быть, просто обмен одной шкурки там убитой антилопы на три лапки убитых этих самых куриц. Да? Неэквивалентно. Ну, допустим. Давайте, как у Марса, 20 аршин холста. 20 аршин холста на одну сюртугу. Ну, просто очень нам сложно вот это все повторять. 20 аршин холста, одну сюртугу. Давайте другой пример. Давайте другой пример. Ну, неважно, какой пример на самом деле. Вот есть товар А и товар Б. И они как-то обмениваются в какой-то пропорции. Изначально это просто какая-то случайная форма стоимости. То есть, 20 аршин холста стоит один сюртуг. Правильно? Вот смотрите, как вы ее обозвали вот так в простом единичном случае? Простая единичная или случайная форма стоимости. Вот. Вот это вот существенно. Вот эти узелки вяжите на своем пути, потому что, а иначе, когда монотонно на гречи звучит, их не выразить. Хорошо. Давайте так сделаем. Вот. И что мы можем об этом сказать? Что? 20 аршин холста стоит один сюртуг. Правильно? Или нет? Не можем. Почему нет? А если мы перевернем, что можем сказать? А тут не совсем по терминам будет эквивалентно у нас тогда. Почему? А потому что здесь один товар мы приравниваем к другому, а не наоборот. И вот тот товар, к которому мы приравниваем, он выступает в качестве эквивалента. Один сюртуг здесь у нас эквивалент. Совершенно правильно. То есть, первый товар у нас выступает в относительной форме стоимости, а второй в эквивалентной. То есть, тут это правило математическое. Если B равняется A, то A равняется B. Нет, это, конечно, с математической точки зрения так. Но с точки зрения нашего подхода к товарам, что к чему мы приравниваем, оно, что стоит слева, что стоит справа в этой формуле, оно имеет значение. То есть, грубо говоря, это как зеркало в одном товаре, который у нас выступает в качестве… Отражается, да, вот товар наш первый. Вот, это у нас простая, да? Да. Дальше что у нас? Мне здесь важный самый-то момент. В другом то, что, еще раз, значит, 20 аршин холста равно одному сюртугу. Вот если ее написать на листочке, на доске, то есть слева у нас, предположим, 20 аршин холста, а справа один сюртук, между них ставится знак равенства. Вот давайте еще раз посмотрим. Значит, левый товар, 20 аршин холста, находится в относительной форме стоимости. А правая часть один сюртук – эквивалентный. Вот что, значит, относительно, что, значит, эквивалентный. То есть, смысл такой, задача наша – измерить стоимость 20 аршин холста. Да, мы бегом для этого эквивалента. Для этого берем другой товар. Это он. Это потом вывод сделает. Вот сюртук. Задача – измерить стоимость товара, а первого товара. А стоимость – это мы знаем, это абстрактный труд. Но это как можно сделать? Я сейчас закончу мысль. И вот этот абстрактный, как некоторые говорят, общечеловеческий труд, затрата труда в физиологическом смысле, безотносительно его целесообразной деятельности, чему приравнивают… Общественные, а необходимые затраты труда. Естественно, если стоимость общественных, чему они приравниваются? Они приравниваются к определенному количеству потребительной стоимости другого товара. То есть, вы смотрите, стоимость приравнивается в простой случайной форме стоимости, к определенному количеству потребительной стоимости другого товара, которую мы называем эквивалентом. То есть выходит, что товарном производстве, вот эта прославленная стоимость, она не непосредственно измеряется на поверхности явлений, на поверхности товарного общества в каком-то количестве, вообще с необходимых затрат труда. А она измеряется, и вообще единственный путь ее измерения, это в определенном количестве потребительной стоимости другого товара, который выполняет роль, это уже вывод, эквивалента. То есть я понял так, что это как на весах, вот здесь наше что-то, а тут гирька, этагонная. Ну только это не гирька, а это другой товар. Ну вот в данном случае играет роль гирька, он играет роль румяна, но это тоже товар. Выполняет роль эквивалента. До гирьки мы еще не дошли, гирька будет дальше. Еще раз я хочу подчеркнуть эту мысль. Нет секундомера тут никакого. То есть если посмотреть туда в суть, в сущность, стоимость это затраты труда, стратного труда, такого однородного сгустки труда. Но когда мы переходим к форме стоимости, как на поверхности явлений, получается, что мы хотим измерить стоимость какого-то товара или какого-то количества товаров. И мы вынуждены измерять в определенном стоимости вот этого товара, 20 аршин суртука, в определенном количестве потребительных стоимостей товара эквивалента. То есть стоимость измеряется в своей противоположности потребительной стоимости на поверхности явлений буржуазного товара. Да, естественно, другого товара. Ну, конечно, 20 аршин хорста равняется 20 аршинам хорста, это как пишет Маркс. Ну и дальше уже, вот если все это идти обратно, ведь мы знаем, что товар имеет два свойства, потребительная стоимость и стоимость, так, соответственно, какой труд создает потребительную стоимость? Конкретный труд. А за стоимостью стоит абстрактный труд. Значит, вот в этой, в простой, случайной форме стоимости проявляется, что конкретный труд, он, то есть, абстрактно выражается в каком-то количестве конкретного труда. А если еще дальше туда, в самую суть заглянуть, товарного производства, что частный труд, он выступает как форма выражения общественного труда. Вот это тоже видно в этой простой, случайной форме стоимости. Вот мне еще видится, мы забыли, вот там, где говорил Макс про труд, он говорит о том, что труд, кроме времени, еще имеет и различную сложность. И он писал, что ничего сложного нет для оценки сложности этого труда. И просто-напросто при сопоставлении, вот как раз вот, когда стоимость одного товара приравнится к потребительной стоимости другого, тут вот и вылезает вот эта разница в сложности труда. Потому что один час сложного труда, он с неким масштабным коэффициентом просто берет простой труд, в основе лежит простой труд, который просто временем меряется. А при его каких-то более сложных видах труда берется коэффициент масштабный, а отражение этого масштабного коэффициента и находит место в миновой стоимости. Совершенно верно. И как мы знаем, что сложность – это сложность простого. В этом нашем исследовании каждый раз мы можем не заниматься вот этим переводом сложного труда в простой, мы вводим допущение. Мы тут рассматриваем вот это. Да. Возвращаемся. Так. Простой случайной формы стоимости. То есть там два полюса – эквивалентная и относительная форма стоимости. А дальше идет развитие простой формы стоимости. Дальше идет полную или развернутую форму стоимости. Какое-то количество товара А равняется какому-то количеству товара Б, равняется какому-то количеству товара С и так далее. О чем это нам говорит? А это говорит о том, что слово случайно уже переходит в развернутую форму. Хоть случайно сказать, что полное безразличие к потребительной стоимости. Это вот в частности показывает. То есть здесь уж… Да нет, не полное. То, что каждый, если мы берем какой-то конкретный товар… Март использует слово «полное». Возвращение к потребительной стоимости. То есть если в простой миновой стоимости у нас… Квивалентом что выступает? Да, эквивалентом выступала потребительная стоимость. А здесь у нас вот мы… Да нет, 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 как. Не потребительный, ну в смысле другой, да, согласен. В смысле другой товар выступал эквивалентом, так? Да, да. А здесь уже множество товаров. Совершенно разными потребительными стоимостями. И все они выступают эквивалентом вот этих наших несчастных 20-ти акшенхарста. Наконец-то из всего мира товаров выделяется какой-то один, который выполняет роль… И он приравнивается другим… Наоборот. К нему. Все товары… А это разве не дальше будет? Это будет не в следующем? Нет. Там, мне кажется, как раз вот местами они меняются вот так. Определенное количество товара А равняется… Определенному количеству товара… Товар эквивалент. Определенное количество товара А равняется другому количеству этого товара, выполняющего ролик эквивалент. Здесь у нас сначала было, что определенное количество товара нашего хорста, оно равняется такому-то количеству товара А, такому-то количеству товара А, такому-то количеству товара А, такому-то количеству товара А и так далее. следующий этап а третий этап а вот третий этап тому же да там это уже его лент выбирается как бы это соотношение меняется местами здесь можно было это самое и скобки другую сторону разворачиваются и берется что вот столько-то товара такого-то столько-то товар такого-то фигурная скобка и равняется двадцати то есть смешно выражаться это формула который мы сейчас изобразили в воздухе стоимости тех вот этих товаров до измеряется в определенных количествах потребительных томостей товара выполняющий рост и общего эквивалента до конец завершающий шаг денежная форма стоимости на эту качестве этого товара принято золото а вот вопрос ко всем почему из всего мира товаров роль всеобщая полета закрепилась драгоценным металлом золото серебро во первых она не сразу закрепилась там были ставить разнообразная но потом его начало потом дорогие скрещают свойства летит еще лет свойства зубы то его трудно достать поэтому она у него большая стоимость высокая стоимость и его можно в достаточно малых количествах использовать постоянно стоимость вот ну там постоянно тут марс приводит примеры как там дешевера серебро и так далее дальше мы это почитаем вот ну хорошо такие портит она да но сохраняется стабильная стабильно ну идеально не ржавеет но она так сказать не подвержена коррозии и дороговечная очень портативность как портативность она и тяжелая маленького не говорили нет но вот мы и говорили что в силу того же делилось делимость стоимость корову можно разделить на части на протухнет а золото можно разделить долго прилежит но в общем-то да делимость наверно это можно и пользовались как ранее сохраняем и сохраняем уже берет забегаем в качестве сокровища можно будет потом переплавить мы до этого пока не дошли это есть делимость то есть можно распилить большой кусок золота на части можно из миллиона колец там сделать большой слиток это так сходили мистичь изначально изначально надо понимать что золото не выступала как эквивалент всеобщий материал для изготовления драгоценности каких-то предметов роскоши вывод нет если мы говорим конкретно про золото потому что перед золотом было серебро да я не мринь и золото было серебро точно точно я думаю золото было но к товарам всеобщий как бы эквивалентом были серебряные не одной золотой монеты но это мы пошли уже в сторону макс описывает как вот серебро и золото как вот они на пару так сказать не на пару они вот в девятнадцатом веке серебро уже отошло до серебра было минус это что это тоже деньги в парне так сказать и макс там приводит примеры как она дешевера дорожала соответствует с открытиями новых приисков тогда лет ну это мы забегаем вперед сейчас просто серебра уже стало настолько много что уже вот эта компактность не обеспечивает протоколе тем не менее серебряные деньги ладно мы и мы уходим да давайте перейдем вывод вывод мы пришли к новым понятию к новой категории деньги деньги да вот выявили ее врача логически а потом исторически рассказали некоторые интересные вещи на что такое деньги всеобщей эквивалент то есть это товар всеобщей эквивалент непонятно это товар ты такой ли товар как другие товары за ним закрепилась определенная так общественная социальная функция выполнять роль или быть всеобщей эквиваленте его обменивать ну и как у нас любит он михалыч уже вперед забежать что деньги главное что товар если деньги не товар это уже денег и другие есть свойства суть их том что это товар а какие кстати вот давайте спорим какие сквозь мы до них не дошли как мы будем вспоминать сойти еще не дашь ли функции денег мы пока мы рассмотрели формы стоимости сделали вывод весь это изложение у нас идет как в соответствии марсию гегеля науки логики мы сначала выводим делаем вывод а затем чему мы идем еще начинаем почему пришли с того и начинаем то есть мы вывели что деньги правильно сделали вывод что такое деньги товар товар выполняющий рост и общего лента но если вы пришли деньгам с них и мы начинаем идем дальше правильно это процесс обмена фетишизм это вы про абсолютно кто товарный фетишизм это процесс обмена дальше идет нет перед стоимостью мы уже а в смысле процесс обмена вторая глава вы у нас пистолист по товарную фетишизм товарный фетишизм это некий мистицизм да как маркс его характеризует он вообще-то понятие вилл то есть мистическое свойство товара так вот он начинает с того параграф что рассматривает так скажем что же такое в чем заключается мистицизм то то есть тайна какая-то вот товара в чем она потребительной стоимости наверное она может быть я думаю что нет потому что как потребительная стоимость это конкретная вещь вытридающая какие-нибудь потребности на как мы уже говорили потребительной стоимости нет второе значит как стоимость может быть мистицизм ну . предположение можно сделать предположение можно сделать но мы знаем что на это на изготовление затрачен какой-то труд знаем знаем ну это уже вы то есть какое-то какое-то количество труда простого приведенного простого ну и третье мы можем что из этого сказать что люди у нас находятся в определенных в товарном производстве общественных отношениях то есть работают друг на друга и труд принимает у нас какую-то общественную форму общественную форму то есть товарное производство это труд в товарном производстве это труд принявший какую-то общественную форму совокупность да вот и тут нужно так сказать понять загадочный характер продукта откуда возникает если он не возникает из того что это предмет труда не возникает из того что это из количества затраченного то вывод только один может сделать что товарное так сказать мистицизм возникает из формы в которой вот этот общественный труд производится то есть товарный мистицизм мистицизм товаров вырастает из самих общественных отношений то есть если мы сейчас чуть дальше пройдем мы поймем что при феодализме не было никакого товарного мистицизма то есть не при феодализме вообще как в средневековье скажем при непосредственно натуральных формах производства то есть там мистицизма не возникает а вот здесь он возникает значит мы можем сказать что есть у нас стоимость да есть потребительная стоимость есть стоимость значит различных товаров есть совокупность этих стомастей есть отношение между людьми и вот так как мы рассматривали с вами вот сейчас первые три параграфа мы поняли что вообще то отношение между людьми это отношение как производителей конкретно определенных товаров это отношение производителей между друг другом то есть у нас есть некий некое общественное производство да большое скажем так она изначально товарное производство возникало спорадически то есть приходили племена что-то там обменивать но со временем она про принимать все более и более всеобщий характер принимать и товары стану начинают производиться предметов продукты туда производиться непосредственно начинают для обмена как только они начинают непосредственно производиться для обмена вот уже вот это разделение общественное разделение труда строится как взаимодействие частных частных независимых друг другу производителей то есть у нас есть производитель сапог производитель там золото чертуков все они друг с другом взаимодействуют все они производят товары не для удовлетворения своих нужд а для удовлетворения нужд других людей с одной стороны да то есть потребности других людей но с другой стороны этим своим производством они обеспечивают себя то есть они знают что могут обменять свой продукт труда на другой продукт труда необходимый отлично от него и тут вот и возникает этот фетишизм потому что обмениваются они вроде как на основе стоимости затраченный труда средний какой-то простой но обменивают они вещи 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 книгу на сапоги молоко на сахар и так далее и в процессе этого обмена возникает такое представление будто стоимостью стоимостью зависит не от того не от затраченного труда не от процесса труда не от разделения труда а именно от самих вещей то есть вещь это продукт труда да продукт труда который выходит значит в качестве выходит в обмен да произведенный для обмена продукт труда это товар обмен товаров у нас происходит на основании стоимости да то есть количество одного затраченного пропорция обменовой стоимости сначала на поверхности явления по сути это это явление стоимости но эта стоимость на самом деле есть просто общественные отношения между людьми это его сущность но на поверхности явления создается впечатление будто каждая вещь она вот непосредственно природы обладает какой-то определенной стоимости не от природы от человека на поверхности явления не видно что это от человека то есть если мы возьмем для того чтобы это было понять вы поняли это уже в результате это открытие Марса до него до этого все таки не дошли и тогда все время возникал вопрос а почему килограмм золота стоит как десять тонн железа это естественное свойство вещей это естественное свойство вещей как будто потому что люди уже живут потому что люди уже живут в этом товарном производстве живут они в нем родились они умрут скорее всего как уйдет может даже у меня так грустно так и есть в девятнадцатом веке это так-то социализма никто не даже так вот правильно смотрите на часы товарищ карто тут еще можно сказать такую вещь от макс интересно приводит он за и у аристотеля были попытки понять суть стоимости вот то что важно это производство на европатическом обществе уже имя на место быть вот не развиты такой степени как и капитализме вот макс пишет что-то макс задался вопросом так а чё аристотик насколько группе меня что-либо чё не догадался то вот и он значит пришел к выводу что просто аристотик и в силу вот предрассудков рабовладического общества у него просто вот как вот тех людей не могу в гораве вот не было такой мысли что у человека нельзя произведенную вещь отнять можно только обменять на эквивалентники вот вот из-за этого аристотик не смог понять вещи мне не смог понять сути стоимости на этом не совсем из-за этого потому что аристотель все-таки жил во времена в котором господствовало не товарное производство рабовладение но основным производителем продуктов потребления были грабы вот люди это зависимые он и пишет феодальне зависимое это просто не просто зависим на говорящие средства производства а маркс и вот еще так сказать мы в самом начале об этом не сказали вот надо понять что в этой первой главе ну и вообще вот начале первого тома капитала маркс рассматривает не капиталистическое общество он как там ученый рассматривающий идеальный газ там вот физики да и так далее он рассматривает некоторое такое идеальное общество которого на самом деле не может быть где ходят товаропроизводители товаропроизводители юридически свободные от которых никто ничего не может отнять и все такое и они обмениваются другими товаропроизводителями результатами своего труда на основании эквивалента вот этого вот все точнее мусорка рассматривает капиталистическое но не развиты самая первая фраза богатство капиталистического общества это скопление товаров поэтому мы начинаем исследование буржуазного способа производства товара это такой товарищ я считаю что такого неба давайте просто посмотрим и поймем например в средневековье да неужели не было товарного производства было бы это но она не имела всеобщенность не броди нет не в этом дело просто вот здесь именно в этом все-таки это здесь там где рассматривается капиталистическое производство как мы привыкли к нему в обычном виде это третье там капитала там уже не стоимость а издержки производства плюс средняя прибыль имеет место быть там уже не миновая стоимость а цена имеет место быть то есть там уже другие термины и там уже несколько другие вещи а здесь вот как бы вот по крайней мере в самом начале вот это такое какое-то абстрактное но это все таки не капитализм этот капитал это самовозрастающая стоимость а где самовозрастающая товар когда мы не дошли еще вы как сила как элементарная клеточка капитализма за и содержит себе все определенности категории капитализма но еще не развитом виде все что в третьем форме в третьем томе это вот здесь есть товар нет ну да в себе еще не развернуто тут где хоть ретен то ли развернется именно из этого товара это понятно так вот это основное это понятно но да вот здесь вот эта опасность разделить то то нет это разделять не надо конечно ни в коем случае но все-таки вот мир таскать дихо это простые товаропроизводители это мелкая товарный прыгать и мягкая там который ежечестный же не надо ждать капитали это да это поле не капитализм тоже капитал это самовозрастающая стоимость а в этих отдельных товаропроизводителей где у них сама возрастающая стоимость у них нет такого только тренируем да еще одну самую собака трудом аппарат начинал опять вы вот мы что на время рассматриваем первую главу вы идете к самому возрастающей стоимости но еще непонятно что не не знаем это как раз говорим что здесь то ее нет здесь не выносим вы уже хотите рассказать нам пятую десятую главу рассказать я хочу рассказать какой случай рассматривается максом что она есть но не раз в тебе еще в товаре на запись она не развернуто это становление то есть становление становление ну давайте вернемся к товарному фетишизму значит такой уже сыр хорошо я не все сказала я понимаю что многие не поняли суть в чем что создается впечатление будто вот этот общественный процесс обмена на общественное разделение труда которая основана на обмене непосредственно обмене независимых частных производителей создает такое впечатление будто сама вещь продукт труда являемся носителем этой стоимости не просто потому что в ней труд приложен потому что вот он так случилось стоит то есть человек 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 не может понять того потому что это все уже осуществлено в товаре что является что производит стоимость почему труд именно производит а не само золото само по себе металл на поверхности явления этого не видно то есть это видно если начинать рассматривать да а если из этого кстати в современные очень многие экономисты если вы с ними будете говорить о нем много чего расскажут мы сейчас не будем отвлекаться но маркс очень хороший пример приводит с другими формами общественного производства то есть не с капиталистическим не с товарным не с товарным а например с феодальным при феодализме мы знаем что была барщина барщина это труд непосредственно крепостного крестьянина на своего феодала земле своего феодала и мерилась она именно в часах или в днях то есть там вот этой формы мистицизма этого возникнуть не могло потому что крестьянин всегда знал что его труд его труд он обязан отработать на феодалов там три дня в неделю или там 24 часа 48 часов в неделю и всегда было понятно что это отношение его с феодалом это отношение основанное на его труде чистый про не то что он там произвел во время этой работы чистый вот непрозрачный непрозрачный все понятно и не возникало таких вопросов а вот эти 48 часов стоит там не знаю поле ищу меня или там честное общество там 20 голов скота подойных там зарублены опять же были как еще форме была форма в качестве так сказать это и как она называется попам то все давали десятину десятину опять же вроде как бы два независимых производителя только один является производителем крестьянин скажем а поп он ничего не производит правильно молитву там все творит услуга услуга то есть это была навязанная ему услуга то есть поп давал непонятно чего а тот ему непосредственно свой труд отдал поэтому что тут надо фетишизм вытекает именно из-за того что на поверхности явления при именно таком при такой форме общественных отношений главное в товарное производство это общественные отношения отношения одного человека к другому то есть одного производителя к другому если мы начнем раскладывать и поймем что это просто общественное разделение труда основанное на кооперации вот этой разных производителей которые друг другом взаимодействуют только в качестве обмена как независимые товаропроизводители товар одного обменивается на товар другого без этого общество как вот это все все общественное производство вот именно развивается на такие вот частных на таких частных производителей а все вместе она создает общественно экономическую формацию которая называется товарным производством здесь не содержащие в том что маркс не случайно называл потребительную стоимость употребляет такое слово естественная стоимость вещи когда мы что-то на что-то обмениваем когда мы выходим на рынок мы конечно смотрим в первую очередь на то что нам нужно и в данном конкретном случае обмена могут быть всякие случаи пор царство за коня до известная формула понятная дело что стоимость половина царства и коня она не соответствует но в каком-то конкретном случае это может быть оправдано и вот это тоже в значительной степени сбивает и дает вот такой вот эффект когда трудозатраты на производство вещи они лежат как бы они скрыты от гроза на поверхности выступает обмен именно по полезностям именно по потребительным стоимостям а стоимость она так сказать глубинная она действительно так сказать она лежит в глубине миновой стоимости конечно это вот пор царство за коня это так сказать случай такой нетипичный обычно имеется конкуренция имеется широкое предложение и так далее и мы меняем миновые стоимости они основаны именно на количество затраченного труда да но это вот до этого попробуй дойди а на поверхности вот лежит полезность вещи когда мы что-то хотим купить мы в первую очередь думаем о полезности этой вещи а не о том каких трудов стоило ее произвести нет на самом деле стоимость возникает именно из-за того что каких трудов стоило произвести но это поняли люди обмениваются именно так они это не осознают не осознаю откуда фетишизм берется фетишизм это что они не осознают потому что в их сознании сознание в привычках их уже заложено что вот так потому что ну чтобы изменилась стоимость должна измениться Изменится производительность труда Вырасти Это не каждый день происходит Особенно при капитализме Это очень быстро происходит А в начале, так сказать, товарного производства Могло веками стоимость не меняться То есть количество труда Когда сидит человек молотком Что-то долбит или шьет Он ни станком, ничем не пользуется Поэтому стоимость не менялась сильно На протяжении, может, нескольких поколений Она оставалась такой же Поэтому и создалось впечатление Что, значит, как стоила там Рукописная книга Это же очень большой труд Очень дорогой предмет Кто-то чуть-чуть быстрее пишет Кто-то чуть-чуть покрасивше Это другой вопрос Покрасивее Вывод какой? Увы, запять торопить Надо, чтобы мы поняли Давайте отложим этот вопрос еще раз Мы осмотрим нас вечера Вывод такой, что Фетишизм товарный Вот этот Заложен именно в Общественных отношениях Которые возникают В результате товарного производства Это проявление Общественных отношений Между множеством производителей Которые обмениваются Не часами своего труда Никак А обмениваются именно вещами Поэтому и принимают Общественных отношений А реклама Как же там все такое Или это Не входит туда? А почему с рекламой? Ну нет, она крушена А это уже Извините меня Продажа выше стоимости Или ниже стоимости? Или это? Все, все Поем От того, что их товар Разрекламируете Да? Не расходы Не вырастут на его производство Да? Не вырастут равно Ну мы до этого дойдем Не вырастет его полезность Да? Потребительная стоимость Тоже не изменится Ну как-то не рекламируя Если товар Хреновый Он и будет хреновый Ну обмануть можно Но мы рассматриваем Там Сейчас не процесс Мошенничества Да? Вот здесь В этой книге Не про мошенничество Говорится А про производство Стоимости Кто-нибудь что-нибудь Добавит? Последний мы как-то Скомкано, скомкано Немножко получилось Но это сложно Но это надо понять Потому что когда вы начнете говорить Вам Пробуйте кого-то рассказать То, что вы поняли А он тут скажет Я знаю, что золото Оно стоит столько И что оно там Зависит от колебаний Цен на этом самом На бирже Еще чего-то Цена на нефть Растет, падает И вот тут Запутывают просто Потому что цена на нефть Никакого отношения К стоимости нефти По большому счету Точнее колебаний Нет, она зависит от стоимости Но вот эти колебания Огромные Огромные колебания То она 40 долларов за баррель То она 140 долларов за баррель А ничего не изменилось Стоимость осталась Одна и та же Изменились другие Надо понимать Что совоименный капитализм Это монополизированный капитализм Ну да А добыча нефть Это не просто монополизированная отрасль Это и политизированная Веска отрасль И здесь цены на нее Могут меняться Цены меняются Но стоимость она не меняет Стоимость нет Она меняется Относительно увеличения производительности Консервативно меняется Скажем так Не может Она сегодня стоит 140 Завтра 40 Пуше завтра опять 140 Так товарищи ну что это А возникает вот это вот Как скажем Вот это заблуждение Фетишизм Из того что люди считают Что вот Нефть она вот должна столько стоить Да Вот это и природа и дана Она не должна Так Ну что товарищи Завтра На следующий раз У нас У нас будет Десятая Семнадцатая Да Семнадцатая Через две недели Значит у нас тут такое Грава вторая Процесс обмена Она 9 страниц Коротенькая Гравка Кто ее возьмет На себя Доложить А кто-то брал по-моему Нет Нет не доходили Второй главой еще не доходили Но одной Второй главой Ограничиваться Нельзя Нет Я спрашиваю Кто вторую грава 9 страничек Кто ее возьмет На себя Ну Может быть я Сергей Алексеевич Давайте Так Обмен Процесс обмена Грава вторая Целиком Она коротенькая Значит Дальше идет Грава третья Деньги для обращения товаров Вот Параграф первый Метро стоимостей Тоже на 10 страничек Кто возьмет Кто возьмет Давайте Я все-таки попробую В этот раз Надеюсь У меня получится И второе Средство обращения Вот я думаю Три вот этих Пунктика Но они не равные Пункты Третье место Разного И третье Средство обращения Ну давайте Вот так Там важный Вместе Его рассмотрим Вот У нас Ну из этой Третьей игровой У нас еще останется Деньги Но я думаю Галупа мы бежать Не будем И так мы сегодня Это самое Достаточно хорошо Потоптались Ну вроде как Основные пункты Мы подвели Сегодня И в общем-то В парне Можно Ехать Дальше Ехать домой А можно Вот все-таки Вопрос Напоследок Вот В капитализме Скажем Можно посчитать Рентабельное Производство Посчитать Стоимость Товара Можно А вот При социализме Рентабельность Стоимость Травда В трудозатратах Человека Часы Человека Часы Для более Квалифицированного Труда Крепция А деньги Это уже будут Не деньги А уже были Мы при коммунизме Уже жили Это уже были У нас Опять же Мы возвращаемся К первому Занятию Переставали Быть деньгами Но полностью Не перестали То есть Вот эти талоны В них можно Продолжать Читать Для удобства Можно Билеты Расчетные Единицы Расчетные Не совсем Потому что Мы знаем По Исторически Как у нас Что сначала Было Войный Коммундент Сначала До чего Ну и что А потом Потом Товарные Они сразу Вот Как вот Одним декретом Рядной Коллективизации Не перестали Быть деньгами С одной стороны Они конечно Перестали Они уже Перестали Быть деньгами В той части Где было Социалистическое Производство Это уже Един В которой У нас было Прановое хозяйство Прановое хозяйство У нас было В кароссальной мере Практически У нас Можно сказать Да Но погубило Нас именно Другое Немножечко Я считаю То что Даже Вот в этом Колоссальном Да У нас Находились Люди Которые Во время Войны Покупали Самолеты Какие-то Сбережения Это что Такое Ну У нас Так Деньги Все таки Не перестали Быть деньгами Даже При социализме По названию По названию Мы это Говорили Термин Люди Не понимали Что они Как вот Использовали Так и Использовали Не понимали Разницы Между деньгами И вот Надо Развлечать Что было На самом деле Что люди понимали Это разные вещи И на самом деле Тоже Если оставалась Хоть доля Какого-то Товарного Производства Значит На основании Этой доли Не было же Запрещено Продавать Что-либо А вот Когда деньги Перестанут Вы не можете Продавать Ничего Продавать Что-либо Как-то Было Запрещено Потому что Нельзя было Продавать Станки Да Если было Разрешено Это не была Продажа Как Товарном Производстве И покупка Почему Не было Потому что Нет товарного Производства При социализме Нет товаров Нет денег Есть непосредственно Общественные Производители А если есть Отдельные Производители Товарные Нет Отдельные Производители Не было Это единоличники Единоличники Допустим Кустарь Одиночки То вы берете Какие-то Вот там Вещи Я беру В 2005 году Станали 2% От населения СССР Естественно Если вы выросли Картошку Повезли на колхозный Рынок Это и есть Остатки Элемента Товарного Производства Мы что Об этих Остатках Говорим Или Об основной Массе Они же Не определяли Нет Конечно А если где-то Кто-то Раба Заведет Вы скажете Что у нас Рабовладельческий Строй Потому что Один раб Где-то Поедется В формале Если это Будет разрешено То да Если государство Ничего с ним Не сделать Не посадят Тюрьму Рабовладельщики Не запрещено Как-то не запрещено Ну а что Секс-индустрия Она во всей Западной Европе Какой западной Европе Это уголовное дело Какое-то уголовное дело Никто Рабовладель Этих Дерв не возбуждает Ну в общем-то Я понял Ответ на вопрос Спасибо